Путин все больше опасается за свою жизнь, а с вами мы не раз говорили и вы хорошо раскладывали, что Путин трус, он очень боится за свою жизнь. И вот в Сочи у него была дача или есть резиденция Бочарев-Ручей и вот главное здание вот этой резиденции снесли под ноль. Потому что Путин последний раз там был 6 марта и то несколько дней или один день на встрече с главой МАГАТЭ Гросси, а после 2023 года он вообще туда не летает. Но до 2023 года, говорит расследование, издание проект, он якобы минимум 30 дней в год был там. И все из-за беспилотников в СУ, потому что он очень боится. Сергей, насколько реально поменялось отношение Путина к переездам, перелетам после полномасштабного вторжения России в Украину? Да, радикально поменялось отношение. Радикально, конечно. Мы это видим совершенно четко. Потому что в Сочи, вот вы говорили, он до месяца в год проводил в Сочи время. У него бывали годы, когда он там проводил чуть не 6 месяцев. А это просто нам не показывали. Ему же там построили практически копию кремлевского кабинета. И мы не знали, когда он выступал из этого кабинета, что он выступает прямо из Бочарового ручья, на самом деле. Потому что мы думали, что это он сидит там в Кремле или там, я не знаю, в Новоогарёво. А на самом деле он очень любил Сочи, потому что это у него такой комплекс нищего пацана из Ленинградской подворотни. У него такой вот комплекс, что вот если в жизни у вас всё состоялось, если вы добрались до кормушки государственной, то самое дело, любимое президента, это сидеть на государственной даче, кататься на лыжах, кататься на скутерах, купаться в бассейне, загорать там и так далее. То есть в этом смысле он, конечно, полный сиборит, и для него Сочи являлся таким показателем. Он отстроил, кстати, для этого придумали Олимпиаду, для этого придумали... Олимпиаду придумали для того, чтобы за государственные деньги, за деньги миллиардеров отстроить горнолыжные полноценные курорты, которые, кстати, не окупаются абсолютно, туда мало кто ездит. То есть это курорт одного лица, но Путин на всё это дело пошёл, хотел такие невысюки сделать, типа столицу мирового туризма. Но не получилось всего этого дела. А потом он просто стал бояться туда летать, потому что действительно, когда реальные украинские беспилотники стали добивать аж до оленя, а я вам напомню, что оленя от Украины – это 1800 километров, потом были удары по Энгельсу, который тоже километров за 600 или 700 от Украины находится. То есть, в принципе, Украина есть, она уже не раз доказывала, хотя бы теми двумя беспилотниками, которые ударили прямо по куполу Кремля 3 мая 1923 года, что у неё есть возможность ударить Путина где угодно, куда угодно. И, кстати, на последнюю неделю, когда взорвался нефтеперерабатывающий комплекс Феодосии, доказали, что все эти системы ПВО российские на самом деле не работают. Ну, это было понятно и до этого, но это стало просто очевидно, потому что там стоял комплекс «Панцирь», судя по всему, один «С», который не смог защитить эту нефтебазу от воздушного удара украинских войск. И, соответственно, все эти «Панцири», которые стоят тоже у Путина и в Новоогарёво, и на Валдае, и в Сочи, понятно, что он в них не верит, он не захотел туда ездить. У меня вообще есть такое подозрение, что он боялся этого делать, но сознаться сам себе в этом не мог. И ему в этой администрации президента, поскольку там люди его знают психологически, они всё-таки 25 лет с ним работают в одной связке, они ему придумали такое алиби. Сказали, что давайте мы снесём этот корпус и скажем, что у нас там работы, и это всё будет теперь отстроиться лет пять. И поэтому, поскольку там всё снесено, ездить туда не стоит. То есть вы не выглядите как трус, который просто боится ездить в какое-то место. Ну, в отношении Сочи, в отношении Бочарова ручья это работает. Другое дело, что это не работает в отношении Красной Поляны, потому что там можно приехать в любую другую гостиницу, там есть пятизвёздочные гостиницы, там есть шале, там есть где остановиться с одной стороны. Плюс это не работает в отношении дворца в Геленджике, потому что тоже там всё работает, там всё отлично, там есть даже, говорят, бункер 70-метровый под землёй. Это не работает, кстати, в отношении государственных дач в Крыму, потому что там тоже всё есть и всё можно отдыхать. Но понятно, что ему страшно просто всё это дело. Страшно было летать, кстати, он в последнее время не очень часто летал. Когда летал, вот обратили вы внимание, что он всегда прилетал ночью, под покровом темноты, в том числе и, кстати, в самые дружеские страны. Там в Беларусь он прилетал ночью, в Узбекистан он прилетал ночью, в Китай он прилетал ночью, в Тыву он приезжал ночью, везде он приезжал ночью, всегда ночью, под покровом темноты. И, соответственно, когда у него там были ещё поездки по приграничным территориям, тоже ночью, вот в Ростове, хотя мы даже сомневались, что это был уже настоящий Путин, думали, что, скорее всего, даже этот двойник, а не Путин. Сергей, и последний вопрос. Вот в июне Путин назначил заместителям Белоусова свою племянницу Анну Цивилёву. Правильно ли я провозглашаю? Цивилёва, да? И вот буквально неделю назад, в начале октября, он присвоил ей звание генерал-майора. Насколько это можно расценивать, что Путин ищет других близких людей, которым доверяет, и, может быть, в будущем людей, которые его готовы сменить на посту диктатора в России. Ну, я вас немножко поправлю. Он ей не звание присвоил, а он ей присвоил классный чин, который называется «Действительный государственный советник Российской Федерации», который, в принципе, соответствует даже не генерал-майору, а генерал-лейтенанту. Вот точно так же, как Белоусов, у Белоусова нет звания, но у него есть, значит, вот этот классный чин «Действительного государственного советника первого класса», который соответствует уровню генерала армии. Поэтому, кстати, вот, кстати, то же самое было у Тимура Иванова. И вот, если вы обратили внимание, все военные, у которых, так сказать, звёзды на погонах белого цвета, это вот все гражданские на самом деле. Просто у них есть классные чины, которые переводятся в равнозначные какие-то воинские звания. И таким образом Тимур Иванов носил погоны генерала армии. На самом деле они у него были, значит, вот эти на погонах знаки отличия были белого цвета, которые у военных и такого цвета не существует. Вот. И он ей присвоил этот классный чин, значит, это высокий чин. Я вам напомню, что вот дама, которую ввёл Путин в состав Совета Федерации, она носит классный чин советника, «Действительного государственного советника второго класса», но аж 12 лет. То есть он ей присвоил это в 2011 году. То есть давно пора её было, по идее, дать ей следующий классный чин, но он этого не делает. А вот своей племяннице, только она стала заместительным министра обороны, потом через месяц он ей сделал статус-секретарём, а это, значит, человек, один из замминистров, который отвечает за связь со всеми государственными учреждениями. Там Государственная Дума, там Администрация Президента и так далее. То есть это дополнительный ещё уровень ответственности и значимости в структуре аппарата Министерства обороны. Вот. И потом присвоил ей классный чин, значит, ну, в принципе, это как бы полагается, потому что на самом деле уровень заместительного министра обороны, это даже выше, чем тот чин, который он ей присвоил. Но наше внимание это привлекло потому, что она действительно является его племянницей. И, кстати, её муж является министром. Путин сделал его министром в мае месяце. То есть у них такая семейственность явно совершенно идёт. И если бы обратили внимание, кстати, эта семейственность совсем не по той линии, о которой мы ждали. То есть мы ждали, что он своих дочерей начнёт куда-нибудь там продвигать и делать с какими-то там высокими чиновницами, да, а он их вот оставляет там, где они есть, а вот, значит, двигает там по двоёмной линии, по линии своего двоёмного брата там, или там, значит, племянница у него там. Так что в этом логика какая-то есть, но, в принципе, Путин не ищет никакого преемника себе. Ему не нужны никакие преемники, потому что он не отстроил никакую систему преемственности власти. И путинский режим – это режим Путина. И будем надеяться, что после Путина он просто развалится. Хотя у нас есть, к сожалению, отрицательный пример негативный, исторически другой, противный, а именно Венесуэла, где вот был такой харизматический лидер Хуго Чавес, который умер, и вместо него сел его водитель, его охранник, бывший водитель троллейбуса Николас Мадуров, который на самом деле, в общем, совершенно не обладал никакой харизмой, но, тем не менее, вот он уже там много-много лет продолжает тот же самый режим чавистский, и который постепенно уже становится мадуровским.